Следующие 24 часа будут критическими для банковской системы экономики, ФРС США и криптовалютного рынка. Я собрал все, что тебе нужно знать в этом видео. Проделана большая работа, поэтому тайм-коды я оставил в описании для твоего удобства. Ну а меня зовут Богатейший Ди, и это мой канал, где мы регулярно смотрим на события из мира криптовалюты и экономики. Коллапс, Силикон Вэлли Банка – это история уже не просто про банк. Если СВБ – это кардицепс, то заражение уже пошло. Те, кто смотрит сериал Last of Us, поймут. Первыми заразились стейблкоины, задело и крупных инвесторов, которые имеют деньги в СВБ. Крупные инвестфонды, которые занимаются криптовалютой, тоже пострадали, поэтому заденет абсолютно всех. Итак, каскадные ликвидации. Коллапс СВБ распространяется по миру. Компании Великобритании молят о помощи. Лидеры Центробанка Великобритании провели встречи с главами этих компаний, которых насчитывается 180 штук. Они обеспокоены потерей огромного количества депозитов, которые они держали в СВБ. Это нанесет большой удар по их экосистеме технологических стартапов. Проблема настолько серьезная, что может отбросить развитие английских стартапов на 20 лет назад. Многие бизнесы уже были отправлены на принудительную ликвидацию. Кроме Великобритании, многие стартапы из других стран сообщают подобную информацию из Канады, Китая, Дании, Германии, Израиля и Швеции. Скорее всего, таких стран много, но я говорю только о тех случаях, которые знаю. Без правительственного вмешательства основатели технологических стартапов говорят о том, что их может ждать гибель. Неудивительно, что люди называют это событием масштабов массового вымирания. Об этом говорят многие люди в Силиконовой долине, называя коллапс СБВ хуже, чем 1929 год и хуже, чем Лемон Бразерс в 2008. Конечно же, США это тоже касается. Практически половина всех стартапов США, поддерживаемых венчурным капиталом, были связаны с Силикон Вэлли Банком. Обычно венчурный капитал связывает стартап со всей экосистемой банков. Вот в чем заключается риск. Одна упавшая доминошка может отозваться болью в стартапе. Гэри Тен, создатель одного из таких венчурных инвестфондов, которые поддерживают компании-стартапы в США, сказал следующее. Последствия коллапса СБВ – это массовое вымирание стартапов. Они не проживут без вмешательства со стороны правительства. Он говорит о 65 тысячах компаниях, которые поддерживаются венчурным капиталом 65 тысяч из 130 тысяч в США. Но есть решение. Нужен кто-то, кто сможет купить СВБ-банк. И дело улучшится в 2000 раз, если на следующей неделе найдется покупатель. В этой статье пишется также о том, что прямо сейчас еще 10 американских банков требуют незамедлительных мер, чтобы удержаться от коллапса. Их список я оставил у себя в Телеграме. Переходи по ссылке в описании, читай и подписывайся. Например, банки в штате Миссури жалуются, что их отделение буквально штурмуют клиенты. Ситуация очень сложная. Банки последние полгода вовлекались все больше в долгосрочные облигации, потому что там выше проценты. Поэтому покрыть краткосрочные массовые выводы сейчас не способны. Если они продадут сейчас свои активы, чтобы покрыть эти выводы, они получат супер большие убытки. Так у Джей Пи Моргана почти 50 миллиардов нереализованных убытков. Еще вчера такой информации не было, а сегодня стало известно предложение о покупке СВБ банка, 16-го банка по размеру в США. Компания Суолл Стрит, Джеффрис, предложила 60-70 центов за каждый доллар из застрявших в СВБ депозитов. Очень интересная таблица перед тобой сейчас, которая показывает нам наихудший случай. Во-первых, если посчитать, мы можем понять, что еще до того, как FDIC буквально проглотила СВБ, банк испытал банковскую панику на сумму 45 миллиардов долларов. Именно столько попытались вывести из него клиенты. Также очень важно отметить то, что здесь называется рекавери. И если что, это худший сценарий. Он составляет 78,71%, то есть 78 центов за доллар. 78 центов из каждого доллара депозитов в этом банке могут быть восстановлены. И речь идет про застрахованные депозиты. И тут кто-то предлагает купить все депозиты за 60-70 центов за доллар. Это не очень хорошо. Но в любом случае, предложение, кроме Илона Маска, уже есть. И предложение 70 центов за доллар, в принципе, для клиента не так уж и плохо. Если ты потерял миллион долларов депозита после коллапса СВБ, возможно, ты сможешь вернуть 700 тысяч долларов. Да, потеря 300 тысяч долларов – это ужасно. Но все-таки есть уже кто-то, кто предлагает хоть что-нибудь. Эта диаграмма называется «Где умрут банки?». К сожалению, лучшего качества я не нашел. И здесь мы можем найти банки, которые обанкротились за последние несколько десятков лет. Сити Корп, Анамакс, Саммит Банк Корпс и другие. Ты можешь увидеть, как всего несколько банков сожрали все эти трупы и их активы. Сити Групп, Джейпи Морган Чейз, Бэнк оф Америка и Вэлс Фарго. Фактически все эти мелкие банки в итоге умирают и поглощаются четырьмя крупнейшими банками. Почему я это показываю? А чтобы для тебя не стало сюрпризом, что активы Silicon Valley Банка в итоге окажутся в собственности одного из этих четырех банков. Думаю, это может оказаться аукционом. Джеффрис предлагает 60 центов. Посмотрим, сколько предложат эти банки. У каких компаний застряли деньги в СВБ? Это тоже очень интересно, потому что есть названия из мира криптовалют в том числе. Но кроме них мы видим здесь даже пенсионные фонды. Року, почти полмиллиарда долларов. Блокфай, четверть миллиарда долларов. Блокфай, он является кредитором цифровых активов. Представь, что может быть с теми криптокомпаниями, которые кредитуются у Блокфай. А Блокфай взял и потерял 250 миллионов долларов. С ними, кстати говоря, связаны такие компании из мира криптовалют, как Coinbase, Galaxy Digital, Winkelvus Capital. Также мы видим здесь и компанию Circle, ту самую, которая принадлежит USDC. Что касается правительства США, как оно реагирует? Министр финансов США Джанет Йеллен внимательно следит за ситуацией. Но не более того, ведь два часа назад стало известно, что Минфин США исключает финансовую помощь СВБ банку. Джером Пауэлл и ФРС США завтра проведут экстренную встречу и становится очевидно, что своей монетарной политикой, которую они проводили последние 15 месяцев, они что-то сломали. Два банка, Сильвергейт и СВБ, обвалились на одной неделе буквально. И явно дело принимает нехороший оборот. ФРС США попытается завтра решить ситуацию. Именно поэтому следующие 24 часа критически важны. От их решения завтра зависит развитие ситуации. Также правительство США готовится сделать объявление касаемо Силикон Вэлли Банка для того, чтобы предотвратить эффект домино, вызванный его коллапсом. Очень интересная таблица для изучения сейчас на твоем экране. Здесь мы видим исторические данные о пиках процентной ставки ФРС, циклах повышения ставок и инфляции на тот момент. История говорит о том, что на этот раз ФРС США уже зашли слишком далеко. Они должны закончить с повышением ставок. Денежно-монетарная политика ФРС уже слишком жестокая. Вот о чем говорит эта таблица. ФРС США уже слишком сильно давят. И вопрос в том, что они завтра сделают. Продолжат давить и спровоцируют гигантский кризис ликвидности и каскадный крах банков. Или же... Или же посмотрим, что они завтра скажут. Тем более, что у ФРС США есть свои собственные проблемы. Это график денежных переводов в казну. И мы видим, что в последнее время он супер негативный. Такого не было с 2011 года как минимум. ФРС США, как говорит макроэкономист Лин Олден, имеет операционных убытков на 40 миллиардов долларов. И самое интересное, что эти убытки растут на 20-40 миллиардов долларов каждый месяц. Итого, они не только вредят рынку, но даже самим себе. Дефициты растут, проценты по долгам растут, убытки растут и так далее, и так далее, и так далее. Смешная карикатура, которая намекает нам на то, что может произойти завтра. Принтер может включиться снова. Разворот политики ФРС может произойти завтра. По крайней мере, так должно быть. На это решение также могут повлиять проблемы, которыми обеспокоены банки поменьше. Посмотри на эту диаграмму. Одна третья депозитов США находится именно в мелких банках. 60% из них не застрахованы. Недавняя стрижка клиентов банка Silicon Valley Bank может вызвать вопросы и у клиентов этих мелких банков. А стоит ли продолжать держать свои деньги там? В принципе, это касается вообще всех банков. Маленьких, средних, больших. Пообщайся со знакомыми из США. Многие из них пытаются вывести деньги и вложить их даже туда, куда вкладывать никогда бы и не подумали. А все потому, что они боятся. Они утратили веру в банковскую систему. Вот что произошло. И это самое страшное. На этой диаграмме виден масштаб проблемы. У мелких банков 6,8 триллиона долларов в активах и только 680 миллиардов долларов собственного капитала. У крупных банков 13 триллионов в активах и только полтора триллиона капитала. Итого, банки сейчас являются систематическим риском не только в США, но и в других странах. В Европе, например. Ликвидность заканчивается и все ломается. Причем ломается очень быстро. Неудивительно, что ФРС США проводит внеплановую встречу прямо в первый же банковский день. Дальше еще интереснее. Многие люди обвиняют Питера Тиля в провоцировании банковской паники. Дело в том, что в СВБ банке хранились и его деньги, и деньги компаний, в которые инвестируют его фонд. Он поднял тревогу, когда у некоторых из компаний возникли проблемы с выводом денег, и он быстро начал выводить миллионы долларов из СВБ в короткие сроки. Конечно же, его знакомые начали делать то же самое, и вся история раскрутилась на полную катушку. Банковская паника обрушила СВБ. Что интересно, что в 2022 году Питер Тиль говорил, что правительство США – это старики-автократы, и оно остро нуждается в молодежном движении. Кроме этого, он называл биткоин последним предупреждением для таких людей, как Джером Пауэлл. Он буквально выступал против Пауэлла и ФРС США, говоря, что те игнорируют большие изменения в мире, имея в виду криптовалюту, что является национальной угрозой для Соединенных Штатов. Вау! Вот это сильное заявление! Биткоин – это последнее предупреждение для банков! Может ли Питер Тиль быть тем, кто подожжет фитиль этой бомбы старости? Я сомневаюсь, потому что он говорил о биткоине, о том, какой он классный в Майами, и он продал. Он продал биткоин в тот же день, когда говорил о том, какой он классный. Вот, пожалуйста, 16-я строка Питер Тиль продажа 30 тысяч биткоинов. Кстати говоря, рядом с ними Роберт Киосаки, который в тот же день продал 1000 биткоинов, и который тоже призывал покупать биткоин тогда. Вот еще одно доказательство. Питер Тиль продал биткоины на 1,8 миллиарда долларов прямо перед тем, как биткоин обрушился с 60 тысяч и ниже. В принципе, если мы разделим 1,8 миллиарда на 60 тысяч долларов, то мы как раз и получим эти 30 тысяч биткоинов. То есть Питер Тиль просто раскачал биткоин громкими высказываниями и продал его на пике. Здесь мы видим паутину связей Питера Тиля и его компании Тесла, Илон Маск, YouTube, PayPal, SpaceX, Тильфаундейшн и так далее. Но самое главное, что создал Питер и его компании – это палантир. Если не ошибаюсь, так назывались всевидящие камни во властелине колес. Им пользуются Пентагон и ЦРУ, особенно он пригодился в Ираке и Афганистане. Палантир знает абсолютно все о тебе, о твоих партнерах, кредитных историях, медицинских показаниях, о трудовой книжке, преступлениях, где ты покупаешь кофе или удобрения, записи авиакомпании, телефонную книгу и так далее, и так далее, и так далее. Так что, когда Питер говорит, что он против правительства, на самом деле он на него работает. Но вернемся к стейблкоинам. Это индикатор того, как жестко воюют сейчас против криптовалюты. Из всех этих стейблкоинов только Тезер и Binance USD привязаны к доллару, а все остальные отвязались от него. Война против стейблкоинов объявлена, и началась она с удара по банку, где хранились некоторые их резервы. Очень интересный способ был выбран – ударить по резервам, которые обеспечивают стейблкоины. Генеральный директор Binance уже пишет, что банки являются риском для стейблкоинов, которые обеспечены фиатом. Таким, как, например, доллар США. Посмотри, какой удар перенес USDC. Он падал до 82 центов. Даже сейчас он не восстановил привязку. Но посмотри на его рыночную капитализацию. Она восстанавливается далеко не так бодро, как его курс. Это о чем-то да и говорит. Все верили в USDC, что он безопасен, ведь он принадлежит в том числе и регулируемой биржей Coinbase и компании Секол. И тут такое. Доверие подорвано. Компания Секол пытается успокоить рынок. Вот их письмо. USDC может быть использован 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Банковская система США, напротив, работает только в рабочие дни. USDC ликвидные операции продолжатся, когда банки откроются в понедельник. Мы готовы справиться с любым объемом. Построили сильную ликвидность и приготовили резервные активы. Если вдруг не получится вернуть 3,3 миллиарда долларов из СВБ. USDC регулируемый платежный токен и поэтому останется привязанным к доллару один к одному. Мне понравился этот мем от Илона Маска. Криптовалюта это скам, держите деньги в банках. Банки это скам, держите деньги в крипте. Смешно. Как раз поэтому и был создан биткоин. Из-за существования банков, потому что банки ненадежны. Деньги печатаются как сумасшедшие и биткоин был создан против всего этого. Вот что интересно. На этом графике мы видим баланс стейблкоинов, разделенный на баланс биткоинов. И мы видим рост этого графика, а значит люди меняют свои стейблкоины на биткоин прямо сейчас. Это значит, что они видят более безопасное место для хранения своих денег именно в биткоине, а не стейблкоинах. Обычно, кстати, наоборот. Интересное изменение поведения и привычек. Также посмотри на этот график. Это реакция биткоина на черных лебедей. Крах СВБ привел к падению биткоина и сразу же к восстановлению. Крах USDC привел к падению биткоина и сразу же отскоку. Как раз тогда, когда люди начали переводить стейблкоины, в том числе и USDC в биткоин. Но если все проблемы со стейблкоинами закончатся, люди вполне могут вернуться обратно и спровоцировать краткосрочное падение биткоина. Такой сценарий тоже можно ожидать. Хотя есть шанс, что кто-то уже не доверяет стейблкоинам вообще и останется в биткоине. Какой-то процент таких людей точно будет. Возможно, для них теперь биткоин будет тем самым бункером, где можно спрятаться от катастрофы. Итак, как мы видим, коллапс СВБ банка – это эффект домино, потому что все связано. Какой же итог? Доктор Джефф Росс расписал его у себя в Твиттере. И сначала он кажется совсем невероятным. Красивый план. Операция «Удушающая точка». Уничтожение региональных банков, венчурных капиталов, стейблкоинов и криптовалют без шансов на спасение. Публичное выставление вышеупомянутых организаций слишком рискованными для розничных инвесторов. И четвертое, последнее. Представить цифровую валюту Центрального банка как крайне необходимую и безопасную альтернативу. Итого, люди сами с удовольствием переходят на цифровой доллар, рубль, юань и так далее. Вот это и называется «Великая перезагрузка». И, судя по всему, мы находимся на этапе номер два. Не знаю, насколько это правда. Если бы мне сказали о таком три года назад, я бы подумал, что это бред и сумасшествие. Но сегодня, прямо сейчас, уже начинаешь задумываться. 60% что доктор Джефф Росс прав. Однако, есть такой закон, закон Брандолини, также известный как принцип асимметричности чуши, дезинформации, фейковых новостей. Этот принцип утверждает, что количество энергии, необходимой для опровержения чуши, на порядок больше, чем требуется для ее производства. Поэтому 2% людей обычно поддаются мнению новости, а 98% нет. Почему-то подумал, что на этом фоне это будет интересно. Итого, самое главное. Секол утверждает, что с USDC все хорошо. На СВБ находится предложение о покупке. ФРС США завтра может предотвратить распространение вируса банковского коллапса с СВБ на остальные банки. Именно поэтому следующие 24 часа критически важные. Но меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или познавательным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok